Девушки отдыхают Ну а сейчас в медицинском институте учусь, времени не так много, поэтому от любимых занятий осталось только иногда по вечерам с друзьями, попеть в караоке Скажи, о чем твой текст? Мой текст про церковь, которая находится в селе Ахтырка, вот это очень старая церковь, разрушенная Почему ты взяла эту тему? Ну потому что один раз мы съездили в это село и увидели там церковь, очень красивая местность, мне очень понравилось, вот и я решила затронуть эту тему Хотела напомнить о том, что у нас в Расказском районе есть церкви, которые можно привести в порядок и хотела бы напомнить о ней Ну что же, послушаем твой текст Хорошо Деревня Ахтырка под Аскляйского сельского совета основана крепостными крестьянами помещика Кошелева в промежутке между первой и второй ревизией Помещик переселился до своих крепостных из села Татомши, Ряжского уезда В переписной книге сказано, что все переселенные крестьяне первую ревизию проходили по месту старого своего жительства в селе Татомши Первыми жителями деревни были Григорий Панфилов, Кондратий Андрианов, Афанасий Афанасьев и другие При основании деревня называлась Пречистинский Буирак, а с 1795 года Ахтырка В епархиальных сведениях 1911 года по церковному приходу села Большой Ахтырки упоминается деревня под названием Малая Ахтырка Где числилось дворов крестьянских 35 с населением 215 человек От Большой Ахтырки она находилась в полуверсте И сейчас, видимо, два этих населенных пункта слились в один Церковь в Ахтырке – один из моих любимых объектов Она удачно сочетает в себе разруху и запустение с относительной чистотой и незагаженностью разного рода граферами Надпись, насобранная из кусков мраморной плите, которая стоит рядом с церковью, гласит Церковь построена в 1816 году премьер-майором Николаем Сатиным Покайтесь и возродите святыню Сатин в свое время предводитель Тамбовского уездного дворянства, офицер, герой войны 1812 года Рядом находится надгробие с именем капитана-лейтенанта Михаила Николаевича Сатина Судя по всему, это сын Николая Сатина, немного недожившего 29 лет В свое время учился в одном классе с Лермонтовым Водил знакомства с Герценом, Белинским, Боротынским, а также имел опасные связи с декабристами Стихи Сатина печатались в библиотеке для чтения отечественных записках «Современники» За прогрессивные взгляды Сатина власти не жаловали, так что он часто подвергался арестам и ссылкам Сама церковь добротно сложена из красного кирпича, впечатляет полностью кирпичной основой купол В нашей архитектуре явление довольно редкое На внутренней поверхности купола все еще сохранилась лепнина в виде цветов и останки голубого фона Судя по кусочкам на полу, ее части отваливаются Из центра купола свисает цепь с крюком для люстры Она сохранилась еще с тех времен Винтовые лестницы на второй этаж целы и выглядят вполне надежно Ни один кирпичик не шатается Местность вокруг церкви к середине лета обычно обильно зарастает бурьяном Так что пройти к церкви довольно-таки сложно Церковь села Ахтырка построена в 1816 году капитаном-майором Сатином Это первая каменная церковь на территории Расказского района В 1911 году в Ахтырской церкви было три престола Главные в честь Ахтырской богоматери Второй предел в честь Дмитрия Ростовского Третий предел в честь Николая Чудотворца В 1917 году в церкви служил священник Петр Остраумов Обучавший трех детей Диаметр основания купольной части 8 метров Купол выполнен без перекрытий, только из кирпича Как раньше упоминалось, это было чудом архитектуры того времени Ныне от храма остались жалкие остатки Но эти руины все же величественно держатся, вызывая гордость за наших предков Умевших так прочно на века возводить постройки Церковь считалась жемчужиной церковной архитектуры Ничего подобного в Тамбовской губернии не было В годы советской власти церковь была разорена И одно время ее использовали под склад яда химикатов Может быть и нашему поколению доведется увидеть этот храм во всем величии и великолепии Ведь пути Господни неисповедимы Хочется еще раз процитировать слова Покайтесь и возродите святыню Ну что ж, Марина, спасибо тебе за такую интересную экскурсию в прошлое нашего рассказа А мы говорим тебе до свидания Пока Пока Вот в таком вот занимательном путешествии мы сегодня с вами побывали А на сегодня все До скорых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова